Всем привет! Это Виктор Огуленко и канал ФЛЕС. И сегодня я в гостях у Тимбота Кирефова, операционного директора Яндекс.Доставки. После начала, сами знаете чего, в России осталось не так много мест, где есть кратный рост, международные проекты и бюджет на их реализацию. В Яндекс.Доставке это все имеется. Не хватает только людей, чтобы это все реализовывать. И потому я здесь, а вы смотрите это видео. Я спрошу сегодня у Тимбота, кто вообще нужен в команде, над какими задачами работают, какие проекты реализуют, и позадаю разные каверзные вопросы, которые вы, уважаемые друзья, писали в чате ФЛЕС. Так что будет любопытно. Поехали! Расскажи, как ты пришел в доставку. Ты ведь собирался в консалтинге работать. Ну я не только собирался, но я и начинал в консалтинге. Сначала я поработал в EY, в стратегиях и операциях, в начале карьеры. У меня был офер на фейлл асошу в Макинзи, который я получил со второй попытки, и был супер рад от того, что я наконец выйду в Макинзи. Кажется, это на самом деле не то, что я хочу делать. Скорее, это похоже на место, где я бы хотел быть в какой-то части, но не отзывается с точки зрения того, что я бы хотел делать. Я хочу делать что-то большое, строить что-то, менять что-то и так далее. И я отказался от офера в Макинзи, не имея на руках других оферов. Что удалось не очень просто. И сжег офер. Буквально сжег офер. Сказал, окей, вот ритуал такой, сжигание офера в Макинзи. Хорошо, все. Надо было на видео записать. А у меня есть в Инстаграме даже больше. Вот это сюда вставил. Я сжег все мосты, сказал, окей, я сжигаю офер в Макинзи, все. Эта глава для меня закрыта. И потом я начал задаваться вопросом, а как же тогда делать вот то, что я хочу делать? И картинка была не самой радужной. Есть штаты, в которых этих стартапов сотни в год. Даже тогда, еще до вот этого огромного пузыря венчурного. Есть Китай, где просто фабрика стартапов. Сотни, тысячи стартапов. И есть Россия, в которой стартапов было мало. Еще меньше подтвержденных стартапов. И по моим прикидкам в год случалось 2-3 большие истории, в лучшем случае. А про Америку ты не думал? Я думал про Америку, но мне казалось, что если здесь не получается, это не означает, что нужно от этого места убежать. Мне казалось, что в целом в России много предпосылок для того, чтобы что-то делать. Есть много классных людей и много проблем. Что, возможно, эта индустрия еще не сформировалась. И не факт, что надо сразу туда бежать. Окей, хорошо. Надо что-то делать. Начал выходить по собеседованиям. Получил офферы в Яндекс, в Сбер, в Гет и еще в несколько компаний. И в какой-то момент я понял, что я хочу быть в Яндексе, потому что, во-первых, было ощущение на тот момент, я никак его не оцифровывал для себя, что в Яндексе все время что-то запускают и строят. На глазах у меня был пример такси, который вырос и попутно, еще боролся с Субером и, кажется, поборол. Есть FoodFox, купленный Яндексом, который стал Яндекс едой, и он начал, или она начала расти. И есть куча других историй. И вот такой флер вокруг экосистемы, что все время что-то происходит. Я подумал, что будет классно оказаться вместе, где-то строят, тогда у меня будет больше вероятности что-то построить. Так я пошел в такси. Был там год с чем-то с конца 2018 по конец 2019. И, будучи в такси, у нас возникла идея доставлять посылки. Возникла идея, это, наверное, максимально точное описание степени проработки этого проекта. Мы такие, так, ну, уже есть таксисты-партнеры, давай что-то пробовать. Начали что-то пробовать, а потом мы решили, что логистика, как индустрия, она супер большая. Ее емкость в триллионах рублей в год и в России, и в целом в СНГ супер большая. И чтобы что-то у нас там получилось, у нас должны быть там выделенные команды, которые сфокусированы на этой проблеме. И я сказал, что хочу быть добровольцем, который попробует это построить. И в начале 20-го года оставил ту небольшую команду в такси, которая у меня была. И мы в составе 4-5 человек отсели в опенспейсе в уголочке делать две вещи. Первая — тариф доставка Яндекс.Го, где мы доставляли маленькие посылки, и тариф грузовой, который уже больше про переезды и большие посылки. Так я оказался доставки в начале 20-го года, где нас было пара человек, и еще ничего не было, кроме идеи и тестового запуска. Потом нам дали ресурсы. Случилась пандемия через три месяца. Нам дали еще больше ресурсов. Дали много мотивации позитивной, негативной. И, кажется, у нас начало получаться. И за два с половиной года с начала 20-го года мы преодолели, мне кажется, супербольшой путь от идеи до компании, которая есть в четырех частях света. У нас есть реальный работающий бизнес более чем в 15 странах мира. Вот. И поэтому, получается, что мы до 2,5 года добежали с идеей до глобального стартапа, который строит этот сервис сразу в четырех частях света уже. Вот. У нас каждую неделю с нами сотрудничают, мы недавно считали 100 тысяч плюс курьеров-партнеров. У нас есть десятки тысяч корпоративных клиентов по всему миру. И мы каждую неделю так или иначе контактируем с миллионами получателей наших посылок по всему миру. Не поздно ли идти сейчас к вам, когда бурный рост уже состоялся с идеей до здорового бизнеса вы доросли? А дальше-то что? Попробую это описать своими терминами. Это не является официальной терминологией. Это скорее мое понимание того, что мы делаем и того, что мы будем делать. В Яндексе есть разные бизнесы и разные бизнес-модели. Есть монобизнесы, которые строятся вокруг одного продукта в широком смысле. Есть бизнесы, у которых много подпродуктов. Пример монобизнеса это, например, Яндекс.Такси. Это про перевозку пассажиров. Там есть разные тарифы вида эконом, комфорт, комфорт плюс и так далее. Но так или иначе это про один смысл, про один продукт. Есть, например, Яндекс.Маркет, который является более сложным продуктом. Там есть разные модели продажи этих товаров, есть витрина, есть хранение и так далее. Он усложняется. Что мы поняли в этом году, это то, что хотя мы стартовали эту идею и этот бизнес как монопродукт, потому что мы были выходцами из такси. Это был продукт экспресс-доставки внутри города в России, в СНГ. На самом деле логистика это многокомпонентный бизнес. Как мне кажется, что есть один большой вот этот S-curve роста экспресс-продукта внутри города, который мы делаем, и мы находимся примерно ну или по нашим замерам посередине вот этого роста. Мы знаем, что этот продукт имеет некую конечную емкость на рынке, и мы сейчас добавляем туда 4-5 разных направлений, которые должны дать или уже дают эти S-curve следующие на горизонте от сегодня до следующих 12 месяцев. А, и одно из направлений это международка. Мы открываем новые страны как источник роста. Другое направление это новые продукты. Третье направление это новые типы клиентов. Поэтому мы сейчас формируем команды, которые должны на горизонте в один год давать уже следующие S-curve. И если у нас это получится, а для этого есть, кажется, все предпосылки, то мы должны увидеть еще один большой рост компании на горизонте в 3-4 месяца, состоящий из нескольких вот таких вот маленьких или не маленьких, не знаю, как измерять, S-curve. Поэтому мне кажется, что в ближайшие 3-4 года нам точно есть что поделать. Есть целые индустрии емкостью в сотни миллиардов рублей, даже триллионы рублей, если говорить про Россию и СНГ. Есть еще международный рынок, где мы совсем маленькие, и поэтому скорее вопрос не в том, поздно ли, а вопрос, как нам сделать так, чтобы все эти идеи, которые мы реально можем сделать, их реализовать. И здесь мы приходим к ответу, что нам нужно как можно больше классных людей в компании, потому что все ресурсы, кроме этого, у нас есть уже. Расскажи, кто вам нужен. Нам нужны люди, которые могут строить бизнес на глобальном масштабе с очень высокой скоростью. Нам нужны разработчики, нам нужны аналитики, нужны продукты, продажники, операционисты, универсальные проект-менеджеры, маркетологи, финансисты, кто угодно для того, чтобы этот бизнес строился. Это в широком смысле. В узком смысле еще отдельно у меня есть фокус на найм экс-консультантов, потому что, мне кажется, это позволяет нам сильно ускорять рост этого бизнеса. Почему экс-консультанты? Ну, смотри, в целом бизнес растет обычно, когда ты решаешь какие-то проблемы. Сам по себе он не растет, особенно в конкурентной агрессивной среде. Представь себе, что надо сделать, чтобы доставлять каждый день, например, тысячу посылок в Москве. Ты должен найти пару десятков клиентов, должен найти пару десятков или сотен курьеров, выдать им софт какой-то, настроить процессы, настроить там обучение, антифрод, кучу всего. Вот. И каждый день за этим следить. Представь себе, что надо сделать, чтобы доставлять каждый день полмиллиона заказов в сотнях городов в 15 плюс странах мира. И представь себе, что надо сделать, чтобы до этого дойти с нуля за два с половиной года. Это говорит о том, что мы здесь в компании решаем большое количество разных проблем и преодолеваем большое количество вызовов. И нам нужны люди, которые лучше всего решают проблемы и лучше всего решают сложные задачи и прочее. Поэтому в первую очередь мы ищем людей, у которых есть подтвержденный опыт или прокси этого опыта по решению этих проблем. И есть, как мне кажется, два типа людей, которые это показывают. Первое, есть люди, которые либо строили свои стартапы, либо выращивали новые бизнес-направления в компаниях уже существующих. И здесь мы возвращаемся к рассказу, что в России не так много успешных стартапов и не так много подрыва в новых направлениях и так далее. Либо мы обращаемся к консалтингу, где есть а, проектное мышление, б, там суперструктурированные ребята, а без этого решать большое количество проблем на системном уровне невозможно. С, есть бизнес-сенс и есть дружба с цифрами. И мы приходим к тому, что если поместить людей, которые умеют системно решать проблемы в разных областях бизнеса и делать это быстро, то оказывается, что здесь для них очень классное окружение. Вот. Плюс мы добавляем туда наши ресурсы, вот, плюс мы добавляем сюда прямую связь с реальностью и взаимосвязью того, что ты делаешь с тем, что случается. И мы получаем, мне кажется, супер-классную среду для тех, кто правда хочет менять этот мир. Много у вас уже консультантов? Экс-консультантов? Я вчера делал перепись. У меня получилось 28 человек в моих командах. Экс-консультантов, которые от стажеров, парттаймеров до зрелых концев по всем компаниям России. А сколько вам еще нужно? На каком горизонте? Ну, ближайшие, не знаю, до конца года, например. Ну, человек 30 точно можно. Фига себе. Еще удвоить число. Да, я шучу, что если вдруг у нас остановится этот рост, я просто открою консалтинговый бутик, и он уже будет на втором месте в России. Возвращаясь к консультантам, вот ты продал работу в Яндекс.Доставке просто дженерик зрителю. Да, допустим. Продай теперь ее, допустим, консалтеру, кандидату в консалтинг или экс-консультанту. Мне кажется, что есть несколько важных причин, по которым консультанту стоит попробовать у нас поработать. И первая, она касается самой забитой фразы, мне кажется, в теме ухода из консалтинга в куда-либо. Это про то, что ты, наконец, якобы начинаешь влиять наконец на результат. Мне кажется, что в этом аргументе чаще всего на самом деле есть сильная доля искажения, потому что когда ты уходишь из консалтинга в компанию или в корпорацию с большими слоями управления, согласования, бюрократия и так далее, на самом деле твой конечный результат он сильно искажается и сильно замедляется. В доставке есть два больших момента, которые отличают нас от этих компаний и от этих мест работы. Первое, это то, что в целом мы весьма плоские, быстрые и так далее, и твой реальный КПД, КПД твоего влияния на конечный результат, он супервысокий. Есть зависимость даже от того, чтобы что-то делать, потому что у тебя это получается и ты видишь результат. А вот дальше случается вещь, о которой ты не подозреваешь еще, пока не окажешься в Яндексе. Здесь не только высокое влияние на сам результат, но еще огромные ресурсы для того, чтобы это делать. Есть, во-первых, финансовые ресурсы, есть бренд Яндекса, есть десятки, сотни людей, которые решали либо такие проблемы, либо большинство подобных проблем в разных частях экосистемы. И ты приходишь навстречу рассказать о том, как ты что-то будешь делать, ребята, с которыми ты работаешь, это все выслушивают, а потом спрашивают, окей, а почему это нельзя делать в 10 раз быстрее? И это не является риторическим вопросом. Это вопрос буквально, почему нельзя делать то же самое, но в разы быстрее? Потому что тебе дают всю мощь экосистемы, и ты начинаешь действительно тестировать свои способности в реализации чего-то. Поэтому первая большая причина, по которой, мне кажется, экс-консультанту стоит прийти к нам, это если он когда-то думал, что хочет влиять на результат, мы даем ему все возможности, и мы являемся очень честным тестом твоих способностей строить бизнес и влиять на бизнес. Вот. Вторая причина, это то, что у нас много мест, где есть проектная работа, потому что мы еще растем и будем расти большими темпами, осваиваем новые страны, новые продукты, новые индустрии. И когда человек приходит к нам, мы говорим всем новичкам, что не так важно, где ты генерируешь value в компании, главное, чтобы ты генерил это value. И твой процесс перехода между проектами, задачами и так далее, он устроен максимально быстрым и простым способом. Ты можешь просто в коридоре подойти и сказать, что я хочу делать такую-то задачу и проект, и если ты хорошо делаешь свои текущие задачи, пожалуйста, иди делай. Третья причина, мне кажется, это про людей. Здесь ты познакомишься с большим количеством предпринимателей, которые находятся в разных частях экосистемы. Здесь ты посмотришь на людей, которые уже построили то, что построено за два с половиной года. Это в целом классный опыт и сможешь его перенять и стать мегаэкспертом в строительстве бизнеса. И это не только про логистику, потому что Яндекс это большая экосистема, и ты познакомишься с людьми, которые строили здесь e.com, здесь foodtech, здесь логистику, здесь рекламу и так далее. И здесь ты становишься реальным суперэкспертом во всем, что связано с интернетом и около него. Ну, четвертая причина, мне кажется, здесь классный вайб. Мой типичный день может состоять из того, что с утра созвонили с ребятами в Израиле, обсудили, как нам повысить маржинальность свою. В обед я узнал, что в код-дивуаре какие-то проблемы из-за сезона дождей. Дальше у нас обсуждение того, как нам запускать новый проект в России, который связывает все города между собой. А вечером в 23.00 у меня может быть звонок с Чили, потому что у них встал склад, например. И нам нужно починить склад в Чили, сидя отсюда. И вот этот флер международности, который добавляет флер того, что мы запускаем кучу всего, и ты вот все время ходишь, что-то творится, что-то новое запускается. Это такой, блин, это же классно. Есть жизнь, есть движуха. Расскажи примеры задач, с которыми сталкиваются консалтеры. Потому что вот эти идеи с флером, конечно, клево, но интересно было бы чуть более детально посмотреть. Например, если завтра в Москве будет сильный ливень, а сегодня у нас август, и ливни возможны, то количество заказов в системе вырастет на 30-40%. Потому что станет больше людей, которые не хотят мокнуть и хотят доставку готовой еды. В то же время курьеры тоже не хотят мокнуть, и они уходят с линии. И система, которая была в балансе, у тебя расшатывается, и нагрузка на одного курьера может вырасти в полтора, в два раза. Вопрос. Как при таких явлениях в системе выдерживать 99% плюс нагрузки? Расскажи, пожалуйста, как бы вы это делали? Ну смотри, во-первых, это один из наших любимых кейсов на собеседовании, потому что он отлично проверяет субтитивность мышления. Ты не можешь просто сесть и сказать, давайте побосям цену и решим проблему. Общее направление мысли, оно, конечно же, правильно. Есть demand, есть supply, и для того, чтобы регулировать систему, ты должен влиять на обе метрики. Что можно делать со спросом? Есть четыре, как нам кажется, направления, как нам регулировать спрос. Первое направление, оно, конечно же, ценовое. Вот. Но в ценовом есть два поднаправления. Первое, ты можешь вводить стоимость доставки и увеличивать ее в зависимости от нагрузки на систему. И второе направление, ты можешь повышать размер минимальной корзины, которая необходима для того, чтобы делать заказ. Да. А еще есть такой пункт, что эластичность спроса, она не статична. Эластичность спроса в хорошую погоду отличается от эластичности спроса в плохую погоду. Поэтому ты должен уметь подбирать такую цену доставки, которая в случае ускоренной нагрузки на систему режет спрос быстрее, чем при обычном состоянии. А второе направление мысли, оно говорит, что ты можешь снижать спрос или нагрузку на систему за счет времени доставки. Ты показываешь, что ты доставишь не за 45 минут, а за полтора часа. По сути, управляешь ожиданиями человека. Третье, мы действительно сокращаем радиус доставки в режиме реального времени. Вот когда ты говорил, что есть заведения, из которых лучше доставлять, на самом деле лучше это означает, что ты можешь накормить больше людей и у тебя есть выбор. Один курьер может доставить заказ на, допустим, 5 километров или же он может доставить заказ на 2 километра. При этом и там, и там у тебя один поевший человек, ну или клиент. Поэтому, как повысить емкость системы в заказах, ты начинаешь снижать радиусы доставки и за счет этого у тебя растет оборачиваемость. Ну, есть четвертая часть, до которой мы не любим доходить, но до этого иногда приходится, это ты показываешь, что доставка сейчас недоступна. Потому что, как нам кажется, лучше быть честными и сказать, что сейчас нельзя на нас надеяться, вот чем дать человеку разместить заказ, подождать час, не найдется курьер, и ты отменишь заказ. Это что касается деманда. В сапплай части, в курьерской части мы смотрим на это как на набор трех больших направлений. Первое, это число курьеров, выходящих на линию. Второе, это количество часов, которые они проводят на линии. И третье, это доставляемость в один час. Ты переумножаешь число курьеров на сапплай аурс и на емкость системы, и ты получаешь полное уравнение. Как влиять на курьеров? Там есть нефинансовая мотивация, типа, если ты выходишь на линию больше, чем x дней в неделю или в месяц, или если твои уходы с линии меньше, чем x процентов, ты получаешь больше приоритета и так далее. В вопросе, как получать больше часов курьера, уже вышедшего на линию в день, то, как ни странно, есть большая часть работы, связанная с правильным оборудованием, экипировкой. Можно заметить, как наши курьеры ходят в желтых, там, дождевиках и так далее. И это является заботой о человеке, чтобы он буквально не простывал, не промокал и так далее. А в вопросе, как много курьер может доставлять в один час и как это увеличить под нагрузкой, там целое искусство, собственно, зачем нам нужны дата-сайентисты, аналитики и так далее, вот, у нас начинаются вещи, которые гораздо меньше или вообще не работают под нагрузкой, например. Есть возможность из одной точки доставлять не один заказ, а несколько заказов. Вот, и курьер может в одном коробе нести, там, один пакет с едой или два, или три, или больше. В системе под нагрузкой у курьера растет количество заказов, которые он одновременно доставляет получателю. Либо же в системе под нагрузкой у нас есть алгоритмы поиска курьеров вокруг точки, и эти алгоритмы под нагрузкой сужают радиус поиска самого курьера уже для того, чтобы обеспечивать минимальный холостой пробег. Есть еще куча других NDA-вещей, но вот, когда ты это разложишь как дерево, учитывая наши 27 консультантов, которые любят задавать этот вопрос на собеседовании, ты получаешь 20 пунктов у этого дерева. Кажется, консультантам теперь придется новый кейс придумать для собеседования. Да, я вчера сказал своим, что хочу это обсудить с тобой, это один из возможных кейсов, которые хочу обсудить с тобой. Они сказали, что для их любимый кейс, там, суперструктура, и сразу понятно, кто нормально решает задачи на собеседовании, а кто нет. Что нужно делать, чтобы расти в Яндекс.Доставке? И какие есть траектории роста? Опять же, в том же консалтинге там как бы понятная, общеизвестная вот эта лесенка. Да. Что в доставке? Хорошо. Там несколько вопросов было. Первое, что нужно делать, чтобы расти в доставке? Угу. Нужно генерить value. для бизнеса. Value измеряется во множестве параметров. Есть выручка, есть наша EBITDA, есть куча других метрик, которые есть в бизнесе, типа устойчивости системы, удовлетворенности клиентов и так далее. Поэтому нужно в широком смысле генерить value, и дальше у тебя все сложится. Сам процесс роста я бы разделил на две части. Есть формальный процесс и есть сутевая часть. Формальный процесс — это процесс оценок сотрудников, который максимально похож, мне кажется, на то, что творится и в консалтинге в McKinsey и BCG. Мы знаем, что это так работает. Это полугодовый ревью. Раз в полгода мы садимся, собираем обратную связь. Любой твой коллега может написать на тебя отзыв в свободной форме, о котором ты не узнаешь. Вот. Ты садишься со своим руководителем, оцениваешь, что ты смог сделать, не смог сделать. Потом еще есть специальный процесс, который я очень люблю. Это называется калибровка. Это когда каждый начальник приносит результаты работы своего коллеги на некое обсуждение, в котором в открытом кругу сравниваются результаты работы каждого члена команды с подобными задачами и с коллегами с подобными задачами в разных отделах. То есть каждый начальник, он калибрует перформанс своего члена команды с перформансом других начальников для того, чтобы избежать явных отклонений. И раз в полгода каждый человек получает какую-то оценку за то, что он делал в предыдущие полгода. Обычно я на интервью говорю, что два классных ревью подряд это является формальным основанием для значимого повышения финансового дохода. И все. Это никак не влияет ни на что больше. А есть сутевая часть. Сутевая часть это про то, что ты делаешь, как называются твои роли и так далее. И здесь у нас нет никаких ограничений. Ты можешь хоть каждый месяц забирать новые проекты и делать новые задачи. У нас есть примеры, когда приходили люди, которые были парт-тайм стажерами в Макинзи. Первые несколько месяцев занимались экономикой маленькой части России. Еще через два месяца они занимались экономикой новых тарифов всех в СНГ. Примеров много. Как у меня это было, я пришел в Яндекс.Такси и был единственным PM в этом направлении. Занимался ретеншином. К концу ухода из такси через год уже у меня была небольшая команда из нескольких человек. Потом я перешел в доставку в январе. У меня в команде был один человек. Сейчас в моей команде 100 плюс человек, почти 30 консультантов. Это те, кто в офисе. Есть еще полторы тысячи человек, которые удаленно помогают нам строить бизнес. Мне кажется, ответ такой, что если ты генеришь value, то у тебя соответственно растут и роли, и поляны, и твой доход. И это в среднем устроено как консалтинги с полугодовыми review. При этом обычно у наших перформеров рост ролей, команд и вот этих полян сильно опережает формальный процесс, потому что если ты быстрый, то ты делаешь это быстрее, чем раз в полгода. Расскажи про вот эти поляны, вот эти проекты. Интересуют и международные проекты, и какие-то классные вещи в России, которые вы делаете? Наши международные проекты делятся на две части. Первая часть это то, что мы называем лончем или запуском. Это когда два, три, четыре человека, которые решаются вылететь куда-то на полгода и далее, выбирают страну вместе с нами и решаются попробовать запустить там бизнес. Они приземляются в каком-то городе и начинают буквально ходить по улицам, собирать обратную связь, изучать рынок и смотреть, какой продукт доставки можно было бы протестировать на запуске в этой стране. Вот там одновременно начинается куча вещей типа оформления юридического лица, найма местных людей, поиска и так далее, но это люди, которые в холодную исследуют страну и запускают ее. Если, например, речь идет про такую страну, как Чили, мало людей в компании знают испанский, поэтому ты еще делаешь это на английском с другим английским, чилийским и пытаешься в холодную стартовать бизнес. Это лонч. У него есть всякая специфика, там есть люди, которые, мне кажется, к этому реально предрасположены, к тому, чтобы просто что-то делать с нуля в непонятной для себя обстановке, которую многие могут посчитать рискованной и непонятной, некомфортной. Вторая часть задач международки, она связана с масштабированием. Когда уже у лончеров получается запустить бизнес, кто-то должен этот бизнес дальше расти. и нужно еще больше людей для этого, и мы добавляем к вончеров людей, которые могут масштабировать разные вещи. И туда вылетают люди, которые берут что-то, что уже есть и строят процессы так, чтобы доставляем отбывать 99%, так, чтобы это было не только Сантьяго, но и пригороды Сантьяго и прочее. И они уже строят бизнес. Они не просто его запускают, но и строят. То есть есть задача 0.1, есть задача 1-100. Вот. Это что касается международки. А в России и СНГ, где у нас уже больше бизнесов... Но там задача уже не 1.100, а типа 100 тысяч миллион. Да, у нас есть буквально такая задача 100 тысяч миллион. Это в экспресс-доставке. Есть еще несколько новых направлений, которые мы запустили в этом году, и где мы хотим получить вот эти экспоненты роста и уже наблюдаем их начало. Есть доставка между городами, которую мы никогда не делали до этого. И на самом деле в России, когда ты говоришь доставка, люди понимают именно вот эту доставку. Вот. И мы запустили ее в этом году, у нас уже 40 регионов, и там, например, задача команды это следующие 52 недели открывать по новому большому городу раз в неделю. То есть у нас целеополагание такое. Мы сели, сказали, окей, нам нужно открыть там около 60 городов, за какой период надо сделать. Давайте попробуем минимум один город в неделю. Почему? Ну, по качину буквально. Классная метрика. Вот. И они пошли делать экспансию по... А можно это сделать в 10 раз быстрее? Да. На самом деле, что они не знают, я надеюсь, они не послушат это интервью, когда они научатся делать раз в неделю, там встанет вопрос, почему не 3-5 в неделю. Поэтому на самом деле мы хотим это сделать сильно меньше, чем за год, но нужен процесс леарнинга, поэтому сейчас они делают один город в 3 недели, скоро будут город в неделю, и когда они научатся делать город в неделю, неизбежно встанет вопрос, почему так медленно, раз мы уже это умеем. Другая наша команда занимается значительным снижением СПО межгородской доставки. Есть вот эти фуры огромные, которые катаются по всей России. Что такое СПО? Коспиродер, себестоимость. Спойлер, в России большинство фур, которые ты видишь на трассе, вот, они либо там ничего не лежит, либо лежит на маленькую часть этой фуры большой. И полезная утилизация этих фур, она кратная меньше, чем могла бы быть. И мы завели технологии объединения грузов, это называется ЛТЛ-перевозки, когда ты в одну фуру нагружаешь много всего. И запустили этот эксперимент, мы его анонсировали в начале года, и наши первые тесты показывают, что мы уже снижаем себестоимость на десятки процентных пунктов на этом плече. Другой большой рынок это футех, там действительно миллион плюс заказов в день, и мы хотим фокусно развивать доставку готовой еды и продуктов питания, где есть куча своей специфики, типа термокоробов, если мы говорим про пеших велокуреров, или рефрижераторов, если мы говорим про машины, и так далее, это огромный рынок. Поэтому в широком смысле наши ребята запускают бизнесы, кто-то внутри занимается операционкой, кто-то занимается коммерцией, кто-то занимается алгоритмами, кто-то занимается продуктом, и все это складываем на лету. В общем, есть чем заняться. О, да. К вопросу о росте. Есть проекты, на которых ты можешь расти? Слушай, это, да, у меня удивительное ощущение, что у нас есть ресурсы это делать, у нас есть возможности это делать, любые, и мы даже знаем, что делать, и как это можно было бы делать, но самый большой, мне кажется, вызов любого бизнеса, кто это будет делать, потому что людей с экстраталантами строительства бизнеса не так много, вот, и мы хотим донести до тех, кто хочет это попробовать сделать, что у нас есть все, чтобы это сделать, просто приходи и пробуй. У нас, причем, не только есть ресурсы, но есть возможность ошибаться. У нас очень высокая терпимость к этому, потому что с нашей скоростью ты не можешь ждать, пока ты выберешь правильную модель, у нас куча провалов, куча неудач, но мы, тем не менее, не считаем, что это ошибка человека, и мы даем ему второй, третий шанс и так далее. Переходим к вопросам из чатика. Некоторые достаточно каверзные. Посмотрим, что ты про это скажешь. Вот, хорошо. Я их зачитаю. Первый. Какой комментарий? Проходил в доставку, предложили 35 тысяч в течение шести месяцев с нагрузкой 130 плюс. Это часов в месяц. А, не в неделю. Где ключевое, это плюс, да. В неделю ты умрешь. В неделю ты умрешь. На тот момент человек был только выходцем из большой тройки, поэтому решил вернуться в российский консалтинг, потому что там, казалось бы, ему поинтересно. Мне кажется, это ошибка процесса найма, а не то, что мы хотели предложить ему 35 тысяч. Как доказательство, у нас 12 стажеров вышло за последние три месяца, и они получают в несколько раз больше, чем 35. А 130 часов, что-то малая цифра, но это же типа 40 часа в неделю. Но мы сказали всем стажерам, что 40 это минималка, и если это 40, она нормальная. Им надо учиться, у кого-то экзамены и так далее. Наверное, оттуда идет цифра 130. Да, 35 это не то, что мы хотим предлагать и не то, что мы предлагаем, но, как обычно, у нас миллиард вещей, которые идут не так. Давайте посмотрим, что произошло в этом случае. Окей. Пойдем дальше. Да. Человек пишет, что отправил резюме, с ним связался HR, сказал, что никакого релокейта не предоставляют, просто работаешь в operations. Это аналог логистики, где куча геморроя. Работать с поставщиками, выстраивать мотивацию курьеров, ковыряться в базах данных, используя SQL. В общем, человек говорит, лучше я в металлургии посижу. А можно я детально отвечу? Там есть несколько, там есть набор слов, которые я хотел бы раскрыть. Первое. Там есть фраза про то, что нету relocations. Я не знаю, с какой формулировкой спрашивал человек нас на интервью и что мы ему отвечали, но есть простой факт, что у нас вот эти 15 стран присутствия есть. И в каждой стране есть команды, которые делают наш бизнес в этих странах. И, как мы поняли, в этом бизнесе еще в прошлом году наш бизнес не делается удаленно, и на месте должны быть люди, которые его делают. И прямо сейчас у меня там несколько десятков людей из моей команды, которые строят этот бизнес на местах. Поэтому у нас улетают люди на горизонт 3-6 и больше месяцев строить этот бизнес там. Возможно, если там был вопрос типа, окей, можете ли вы меня ревоцировать в Париж, я там поделаю бизнес, мы говорили, нет, такого нету. Ты улетаешь, чтобы делать бизнес, а не просто ревоцироваться. Тем не менее, у нас есть люди, которые уже более полугода находятся в разных частях света, добровольно, и строят там бизнес. Поэтому, мне кажется, здесь надо понять, что такое relocation и так далее. Второе, там был вопрос, что это operations в логистике. Спойлер, доставка про логистику, и здесь, ну я не знаю, что сказать, да, действительно операция в логистике. Третье, там был вопрос поставщиков, но на самом деле у нас нет поставщиков, потому что мы доставочный бизнес, у нас есть клиенты, у нас есть получатели и курьеры, поэтому мне сложно что-то комментировать. А есть часть, которая про ковыряние в баз данных и SQL. Вот, там было подано, что это что-то скучное и неинтересное. На самом деле, у нас в бизнесе случается так много событий в день разных, которые можно измерять и которые надо измерять и менять и так далее, что люди с базовыми навыками в SQL, в Excel уже бы прошли, вот, и с прямым доступом в нашу базу данных они творят чудеса, потому что тебе не нужно ждать аналитиков, тебе не нужно ставить большие задачи. Ты посмотрел, например, какая утилизация курьеров сегодня в Абиджане, например, какая у нас там юнит-экономика, и ты начинаешь это крутить, поэтому действительно люди, которые умеют в SQL, базовый SQL, у нас получают большое преимущество перед своими людьми. И это настолько, это преимущество такое большое, что мы даже начали говорить, что приходя в доставку, ты соглашаешься выучить базовые навыки SQL, а люди, которые умеют продвинуть SQL или в питон простой, то они еще больше идут вперед в этой части. Поэтому, если твоя работа связана с тем, чтобы влиять на поведение системы, менять ее настройки, делать систему быстрее, предсказуемой, надежнее и так далее, то ковыряние в базу данных и умение это делать дает тебе супер преимущество. То есть, даже если ты консультант, экс-консультант, полезно еще сверху консультантских навыков, иметь SQL и даже какой-то базовый питон. Ну, это не must have, но если у тебя это есть... ты учишь его как бы на месте уже? Да. Ты учишь его на месте, там куча готовых запросов и так далее. И как только у тебя начинает это получаться, ты все, никого не ждешь. Ты просто смотришь сам, принимаешь решение, идешь дальше. Окей. Вы по нему не отсеиваете, но он очень здорово помогает. Да. Окей, услышал. Почему Яндекс-сервисы в Москве такие классные, но не смогли успешно запуститься ни на одном западном рынке? Мне кажется, этот вопрос должен звучать иначе. Во-первых, мы успешно и классно не только в Москве, но и в сотнях городов, не только в России, но и в СНГ, уже и в Международке. Вот, наверное, в Москве, потому что вот мы в Москве живем. Да. Мне кажется, вопрос, если и звучит, то звучит немножко иначе. Почему у Яндекса настолько большой успех на территории, например, Москвы, России, СНГ, и пока такой бизнес в Международке? При этом, мне кажется, неправильно говорить, что у нас не получается в Международке. Во-первых, есть доставка. Мы только за этот год открыли большое количество стран в трех частях света. Второе, есть Яндекс.Такси, который с прошлого года сильно усиливало международное направление, и у них там уже счет не дойдет сильно больше, чем 15 стран, присутствуют, которые есть в доставке. Есть беспилотники, у которых ровери катались на кампусах в Штатах и так далее. Поэтому есть бизнес в России, в СНГ, который уже супербольшой, и вопрос, почему он не супербольшой в Международке. Есть человек, есть тема. Нет человека, нет темы. Это означает, что если у какой-то большой сложной задачи нету суперстильного одного оунера, сфокусировано только на этой задаче и никак на других, то это обычно не случается. Поэтому, мне кажется, долгое время международные проекты были для нас классной побочной историей, но мы не фокусировались на них ровно так же и так пристально их делали, как российские проекты. Потому что все мы здесь, или большинство нас здесь и так далее. То есть мы открывали страны, мы там делали, но фокуса как в найме людей, которые это будут делать, так и в управлении этим процессом, его, мне кажется, было не так много, чтобы реально поиметь большой успех. При этом мы это начали менять в прошлом году. Первым это сделал такси, который начал фокусно формировать команду, которая занимается только международкой и больше ничем. И это второй заход. И эта команда сейчас гораздо больше, чем команда, которая это делала в первый раз. Им просто сказали, что все, у вас ноль отношений с российским бизнесом, идите делайте. И они открывают новые страны с какой-то удивительной там чистотой. Есть мы, которые сказали в конце прошлого года, что мы реально хотим стать глобальными бизнесами. Почему мы не такие небольшие еще там? Потому что какое-то время мы считали, что это получится делать так же, как и любые другие проекты. А сейчас мы решили, что надо делать иначе, и мы просто не успели это сделать в каких-то частях бизнеса. А какие-то вещи просто не видны. Например, кто знает, что у нас сейчас в Чили много тысяч доставок в день, там работает 40 человек, там у нас есть склад, и команда на выходных гоняет из Сантьяго отдыхать либо на побережье, это вправо, либо в горы, это налево. Ну, почти никто об этом не знает. Мы не успели об этом сказать. Гипотеза была, возвращаясь к вопросу про сервисы Яндекса у одного из участников, что проблема в стоимости привлечения людей, что вот в России гораздо дешевле привлечь кого-то, там тех же курьеров, а на Западе курьеры водители очень дорогие, как бы ты не окупаешься в привлечениях. Мы очень мало городов или стран пробовали, где стоимость рабочей силы сильно высокая, потому что, во-первых, да, она супервысокая, во-вторых, почему-то в странах, где это происходит, желание людей получать наш продукт в виде супер-быстрой доставки и так далее меньше, чем в других странах. Например, в Париже или в целом Европе, где дорогая рабочая сила, экспресс-доставка это что-то типа, окей, nice to have, но не то, чтобы образ жизни. А третье, обычно на таких рынках супер-супер высокая конкуренция. Всякие гориллазы и прочие стартапы, которые в Европе поднимали раунды на сотни миллионов долларов и фокусно делали несколько европейских стран, то зачем нам заходить туда, если мир большой и на самом деле GDP стран, где нету высокой стоимости рабочей силы, это примерно две трети от всего мирового GDP и можно поделать кучу других стран. Прикольно. То есть не так много стартапов идет делать Африку или Чили, а вы идете? Да, ты можешь сегодня приехать в Чили и через три месяца поиметь бизнес на много тысячи доставок в день. И не только в Чили, у нас куча таких примеров. Если ты засунешься в Берлин, где гориллаз, где куча, я не помню, как это называется, внутренних стартапов, которые это делают, ты, блин, начинаешь жечь деньги, просто выбрасывать деньги в котел. Вот. И не факт, что ты выиграешь. То есть вероятно, точнее, не то, чтобы не факт, вероятность выигрыша на рынке, где много-много-много лет конкуренты будут топить деньги, она, мне кажется, не очень высокая. Поэтому мне кажется, там лучше подождать и посмотреть, кто выиграет, почему выиграет и так далее. И потом уже... И добить оставшегося. Ну, не знаю, посмотрим. Тим Блот, спасибо тебе большое. Это было очень крутое обсуждение. Я желаю твоей команде расти еще быстрее, чем предыдущие два года. Ребят, всем спасибо, что смотрели. Если у вас остались еще вопросы, которые я тут не задал, пишите в комментариях внизу. Мы попросим Тим Бота с напарниками ответить. Ну, если вам интересно устраиваться, вы ищите работу, доставка, отличное место. Если не ищете, поделитесь. Кто-то ищет. Поделитесь. Ссылка на это видео с друзьями, кто ищет, они вам будут благодарны. Всем спасибо и до скорого.